здравствуйте здравствуйте мои хорошие продолжаем это вторая часть faberlic сняты из производства парфюмы значит у нас закончилось время там первой части мы переходим на вторую часть и так мы значит говорили о faberlic bouquet de jardin я немножко зашла посмотрел на фрагрантику вы знаете я думаю в другом парфюме черная смородина нет оказывается здесь тоже черная смородина и кашмирановое дерево и шафран даже есть может быть кстати вот этот и шафран дает вот эту сластинку я смотрела ничего как никаких ванилек там ничего нет все так вот кстати и здесь не не ревень но ревень именно здесь не чувствуется здесь черная смородина и как я вам говорила он зеленый вот знать а вот сейчас его нюхаю здесь сладость никакой не дает может быть я до этого что-то сладкое нюхала вот то что мы с вами смотрели да хотя нет там сладких никаких парфюмов не было ну какой-то интересный вот я говорю может эту сладкую сладость какую-то дает именно шафран потому что шафран он такой интересный это такая специя что она вообще как-то вот разгорячает организм и может быть за счет этого дает какую-то теплоту но парфюм интересный очень жаль что его сняли с производства очень хорошие парфюмы которые снимать производства и не знаю зачем почему так делают оставлять наоборот какие-то парфюмы которые допустим не очень-то красиво звучат и не очень красивые флаконы и почему так происходит непонятно как зачастую шедевры уходит в никуда очень жаль лучше вы оставляли бы и люди долгое время такой красотой пользовались значит так мы хорошие из этой линейки приходим другой аромат из этой линейки был тоже так секунду так из этой линейки тоже был красивый аромат их было три аромата в зеленом фиолетовым и в голубом в глубом красиво было в форм линия мне больше флакон понравился мне синий больше нас чем голубой но мне не понравилось я брала пробник мне не понравился аромат и кстати многим аромат не понравился но и это же кто сначала пробники покупали потом покупали основную большую версию и многие передали валют я смотрела девушки блогеры говорили что передали вали своим мамам кто постарше там кому-то нравилось ну там больше заявлено белых цветов значит этот аромат называется букет d аврор вот так вот оформление немножко отсвечивает и при лампе снимаю так поставил хорошо сейчас так вот так вот этот аромат у нас немножко почему так отсвечивать непонятно да как-то ладно пусть так стоит значит выглядит флакон вот таким образом тоже шикарное оформление крышечка тоже такая как красивый драгоценный камешек может быть фокус неправильно ли что-то вот а вот так значит мои хорошие здесь 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 тоже заявлено черная смородина здесь даже грейпфрут может быть вот этот грейпфрут дает такую нотку и черный смородины грейпфрут здесь здесь и кедр вот здесь я именно слышу черную смородину здесь я именно слышу грейпфрут и какие-то знаете как подложка какой-то вот кедр вот какая-то вот деревяшистость есть в шлейфе очень красиво и очень шикарно звучит тоже летний аромат но вы представляете да черная смородина она идет именно вот на лето знаете такой вот как хочется знаете вот сделать как варенье расколотить обыкновенные ложку варенья расколотить с водой ну как у нас до говорили вот у бабушки расколотить сделать просто такую как как морсик такую приятную освежающую водичку попить вот в жару и здесь точно так же вот оно звучание шикарное просто шикарно очень жаль что сняли с производства этот аромат также лето также солнышко искрящиеся хрустящее такое вот звучание знаете и лето вот просто звонкое лето смех детворы какой-то знаете вот летний дождик сквозь которую пробивается солнышко такое знаете как грибной дождик и такой если дождик поморосил и и солнышко во время дождика не прекращалось такое знаете такое звучание звонко детвора малышня бегает по лужам вы знаете в такое яркое солнечное лето в этом аромате очень шикарно и знаете как или заходите вот я помню бабушки моей заходишь на огород и там кусты стоят смородины один куст смородины черный красный и белый и вот оно такое красивое сочетание и столько ягод просто безусловно и вот количество этих ягод она поражала вот знаете вот таким изобилием и заходишь и глаза разбегаются как в разные стороны не знаешь какой ягодки начать и вот как будто лето заходишь вот знаете солнышко такое и такое такое вот еще утро прохладное такой но уже с солнышком она прохладно и только-только начинается вот тепло набирать обороты и вот вот как будто заходишь вот в этот сад сад огорода но огорода там где картошку вот у нас росла а сад вот где яблони сливы и смородина и очень-очень такое значит звучание такое летние 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 оно и звонкое такое знаете начало начало утра начало дня вот так только-только все просыпается шикарное звучание мои хорошие я не знаю очень люблю смородину и очень люблю грейпфрут в ароматах так и я не знаю безусловно это шикарный аромат вот я не знаю рассказываем конечно свои эмоции я делюсь своими впечатлениями да но шикарный аромат и просто что еще сказать шикарно и оформление красиво и пузыречки красиво что еще можно вот добавить я даже не знаю так но давайте наверное теперь что по спорту пробежимся да или спорт наконец оставим давайте наверное давайте поговорим о летних вот таких цитрусовых значит первый аромат будет давайте народ с этого значит аромат называется цитроника вот так вот он выглядит это парфюмер нет это извиняюсь это туалетная вода по моему скорее всего а вода парфюмерная вода парфюмерная вода 79 а нет это обороты там значит 25 миллилитров а ну да она маленькая флакончики так цитроника флакон тоже не менее симпатичный шикарный красивый летний сочный волнистый похож на волну на свои хорошие вот знаете тоже холодный аромат естественно если цитроника вы видите там в картинке заявлены цитрусы пирамиду тоже не помню но из этой линейки было три аромата значит это желтый флакон еще оранжевый и синий значит желтый ближе к лимону красный от оранжевые ближе к апельсину и синий флакон голубой был это морской но мне последнее время что-то ароматы морские не очень нравится как-то вот немножко отошла я от этой темы и детстве нравится мне знаете соль морская соль вот это вот сальдазур евроше да это направление да может быть единственная вернуть к морским ароматами если будет у красивое звучание сальдазур там еще не просто морское звучание там и цитрус и кедр по моему если не ошибаюсь и цитрус и грейпфрута или лимона что-то такое шикарное звучание значит по поводу этого аромата здесь лимон лимон но вот он от оттенён какой-то холодной нотой знаете типа господи я даже не знаю вот я не помню что вот не зашла не посмотрел на фраганчику вот цитрус вот лимон да ну понятно что он цитрусовый холодный но здесь что-то вот она звучит даже знаете даже в жару холодное звучание ледяное освежающее такое строгое строгое я обожаю строгие ароматы так секунду у меня уже и горло садится голос садится и просто ниху все подряд у меня уже и так немножко горло воспаленное и просто я откашилась я на минуточку остановила запись теперь продолжаем очень красивое звучание и знаете не пахнет химозой кстати вот все ароматы про которые мы сегодня с вами говорили химозы не пахнут холодное ледяное звучание строгое потому что ледяное вот я не знаю что еще здесь заявлено но лимон сам по себе он холодность такой дает да это холодность но знаете холодность кстати звучит в шлейфе что-то немножечко цитрусовой красоты дает кстати немногим этот аромат нравится но звучание красивое вот этим ароматом знаете можно упиваться вот для настроения тем более он стойкий он ну как относительно стойки да естественно на коже не так а на одежде будет долго прекрасный аромат хороший также можно взять его с собой допустим на море да вот именно почему-то ассоциации не на родник можно пойти с ним а на море но на родник тоже да но мне кажется больше цитрусы на море потом подходит вода вот такой знаете как для поднятия настроения в жару с большой красивый такой шляпой с большими полями в красивом купальнике с красивым знаете полотенцем большой пляжной сумки вытаскивайте в это полотенце с красивой такой сумкой с красивым рисунком и просто от вас благоухает вот этой красотой летом цитрусы кстати цитрусы тоже очень хорошо очень хорошо раскрывается вот на море вот допустим если мы находимся где-то каком-то жарком таком месте сухом да то по-другому цитрусы звучат ну как и любой другой парфюм и допустим на море вот это вот сочетание с морским воздухом тоже как-то знаете так влажно красиво звучит звонко даже может быть хрустящий потому что аромат холодный шикарный аромат очень красивый тоже смотрите казалось бы обыкновенный флакончик смотрите как красиво обыгран да вот такая вот волна и такое холодное желтое оформление кстати немножко искажает она какой-то больше такой какой-то ядовитый такой цвет такой как цвет такой не очень красивый желтый на самом деле он такой нежно-желтый очень красивый аромат аромат флакон я имею ввиду оформление интересное так мои хорошие дальше так мне здесь и времени зарядки мало остается поэтому я поглядываю дальше у нас будет тоже из этой же линейки только это будет аромат называться карибика вот такое оформление коробочки вот видите там цитрусы были а здесь у нас такие как тропические листочки какие-то наверное немножечко сдвинуться надо да или ладно немножко поговорим потом так значит аромат выглядит вот таким образом флакон такой же похожий только в оранжевом цвете вот сюда поставлю да очень красиво знаете прямо вот но все равно не передает вот на самом деле очень красиво оранжевый такой цвет яркий такой сочный очень красивый тоже вот смотрите форме такой волны интересный такой уже направлении того что хочется на море правда значит здесь мы хорошие аромат тоже холодный но здесь звучание больше такого знаете но больше в апельсинку там в лимон здесь апельсинка больше хотя на коробочке там заявлены какие-то листики здесь уже знаете такое если там было звучание начала такого знаете какого-то вот утром идете на море такое да вот утреннее солнышко часов 10 вот так 11 то здесь уже разгар дня здесь уже можно допустим обновить побрызгаться если на море обновить побрызгаться и это уже где-то будет часа два где-то где солнце знаете такое уже насыщенное такое теплое и вот ощущение такое что такое какая-то сладость появляется в воздухе знаете с цитрусовая сладость вот я тоже не смотрел вот остальные не знаю вот рассказываю по своим ощущениям не смотрела на фарагрантики буду рассказывать по своим ощущениям здесь вот такой знаете уже как будто бы солнце такое насыщенное и насыщается знаете уже воздух таким чем-то ну как вы знаете вот утренний запах отличается от дневного я имею ввиду воздух и поэтому здесь уже знаете утром когда все еще только просыпается одним уже знаете такое уже буйство красок так но еще не это не вечер конечно да кстати вот на вечер вот этим ароматом очень хорошо да пойдет ну он тоже он легкий он холодный но я имею ввиду если вот вы где-то на отдыхе да тот аромат будет он немножко знаете такой он холодный индивидуалист потому что там какие-то холодные ноты строгости вот этой да дает а здесь здесь наоборот здесь вот этот аромат он уже так ко мне на окошко голубь прилетела и я помню с подружкой разговаривала кто-то там стучит вот еще один два три прилетели артисты четыре и с подружкой разговаривали по телефону она горит кто те там стучит я бреда не стучит игры то голуби по подоконнику прыгают иногда их подкармливаю хлебушка ну да они прилетают за очередной порцией хлебушка так поэтому не обращайте внимание не могут и курлыкать и прыгать значит о чем оставить а и а вот этот аромат если тот холодный индивидуалист а этот аромат он знаете такой располагает уже к послеобеденному такому расслаблению такому знаете когда немножко уже покушали пошли на пляж это помните как роман карцева говорила покушал и все и на пляж не пошел а здесь нет здесь можно знаете так уже пойти прогуляться после обеда немножко так пройтись по расслабиться так вот пройтись по какому-то вот по пляжу по каким-то вот вдоль кафешек пройтись там кафешки которые стоят с какими-то там соками такими знаете и вот здесь вот уже допустим можно на вечер побрызгаться когда вы идете допустим вы тоже в какой-то кафе отдыхать при прибрежном и уже такой знаете какая-то немножко сластинка такая вот тот не даст такого расслабления вот на вечер а здесь очень красивое звучание такого чуть-чуть сладость такого знаете апельсинчика такой апельсинки такой так она все сливается вот я не знаю такие красивые флаконы и хочется вроде показать вам так так мои хорошие значит наверное сейчас еще один ароматик я вам покажу или наверное нет давайте наверное все таки оставим остальное у нас сам еще будут несколько ароматов потому что у меня садится батарея на зарядке сейчас секунду я подумаю сейчас так значит мои хорошие вот вы видите немножко я передвинула следующий ароматик будет вот такой спорт life актив здесь нет целиковая коробочка ту коробочку я выкинул на скорее всего и поэтому вот нашла новый упаковка еще новая закрытая но распечатано у меня есть просто я выкинула наверно упаковочку так ароматик будет выглядеть вот так это спорт life актив еще в этой линейке был синенький он тоже с морским оттенком но мне не так понравился мне немножко честно сказать каким-то козьим молоком чуть-чуть какая-то нотка там есть у почему-то вот морской из какой-то вот такой ноткой не знаю почему вот шапочка здесь снимается вот так вот крышечка вот такое как колечко получается и здесь смотрите такая большая вот эта вот штучка пульверизатор длинная это специально чтобы наверное так вот чтобы немножко было здесь и видно не золотой а как он серебряный такой и вот так вот он выглядит тоже интересный флакон плоский красивый именно для спорта такую сумочку бросил побежал здесь значит это туалетная вода нет ой думала легкая кто 50 миллилитров значит мои хорошие что здесь знаете здесь мне тоже какая-то нотка выдается яблони цветов яблони вот что-то такое тоже вот фиолетовым ароматом отдает вот что-то немножко даже может но это абсолютно разные чем этот и этот сравнение конечно это пирамиды абсолютно разные но какое-то начало даже вот они по цвету и даже по цвету похоже давайте наверное я чуть-чуть брызгну чтобы я уже всех этих ароматов набрызгалась уже честно сказать я не хочу на себе смешивать потому что нами же столько много так вот вспомнил аромат значит знаете давайте поставлю так так что по этому аромату слушайте он какой-то пьянящий какая-то здесь вот и пьянящая есть знаете какого-то не то ликера мне вот выдает яблоня какая-то он пьянящий кстати он очень стойкий он очень стойкий очень такой знаете какая-то вот я говорю вот какая-то не то ликерная нота но такая нота которая добавляется знаете вот или куда нас ну в кофе то понятно здесь вниз ну просто вы понимаете да это что в горячие напитки какие-то когда добавляется но что-то вот что-то знакомый вот есть никак не могу вспомнить как вот какая-то нота именно какого-то ликера какого-то фруктового какого-то груша сорбета или что-то вот такое звучание какое-то вот интересное я просто вот где не знаю вот я на тот эти парфюмы брала на тот месяц по моему вот у меня тоже был это спорт life и знаете такое ощущение как будто бы ну вот я не знаю что тут что-то вот в голове крутится что-то хочется вспомнить вот сказать вот какой-то вот знакомое такое вот я не знаю восприятие что-то напоминает никак не могу вот вспомнить вот я говорю вот приблизительно значит какая-то пьянящая нота но не нота коньяка не тяжелый а какой-то знаете фруктового ликера как будто вот смотрите сейчас я объясню чтобы вам понятно было вот представьте помните вот раньше в вазочках продавали мороженое когда в кафе приходишь на развес на и вот представьте как будто вот в вазочки мороженое и мороженое не фрустальной вазочки а в железной кто помнит вот у меня в детстве у нас был в детстве кафе мы ходили кушать мороженое на развес и вот эти железные такие чашечки были такие на ножки и такой вот как блюд сверху и почему именно так описываю потому что запах другой потому что когда вот из этого из железного вот такого до кушается мороженое мороженое из железного вот такого какого-то привкус какой-то от жизни не железо какой-то холодный он более такой до вазочки он такой немножко по-другому а вот именно какой-то холодное такое звучание и запах может быть вот металлического вот этого вот этой вазочки или какое-то оно сочетание и как будто сверху я помню нам в детстве сверху я вот любила же тертый шоколад у нас было еще потом сиропом и а сироп какой-то знаете цитрусовый что ли какой-то был лимонный или что-то такое и было еще с черной смородиной варенье варенье вот и вот похоже вот на такое мороженое сверху наливают сироп и вот такое ощущение сироп знаете какой-то ну вот я не знаю вот раньше продавали больших бутылках и подсолнечное масло в таких бутылках стеклянных больших продавали бутылки 07 такие огромные большие или 05 не помню вот и такие же и сироп продавали и масло продавали и там не знаю что еще там и водку продавали наверно тоже в таких бутылках разливали все подряд они там как-то назывались чебурашки или что ли как-то не эти башки помогут лимонад вот и вот и знаете и вот этот сироп у такой был густой такой сладкий специально вот мы еще такой сироп покупали для дома делали газированную воду в сифон сифоне и получался как лимонад и поэтому этот и этот сироп он такой сладкий кстати это не те сиропа которые сейчас продают в магните вот маленьких бутылочках они такие как водянистые а тогда был сироп он знаете как мед такой тягучий сладкий и красивое такое вот звучание вот прям и у меня почему-то вот напомнил вот этот сироп но какая-то пинящая нотка ну как ликера какого-то или что это вы знаете как раньше торты пропитывали ромом каким-то вот или ликером какое-то вот такое пинящее звучание очень интересное вот что интересно для именно для спортивной линейки очень интересное такое звучание его можно да и в зал и можно даже на каждый день куда-то выйти вести с ним не на какое-то торжество хотя если днем пожалуйста какой-то летний там фуршет какой-то там тоже имеет место быть он очень интересный кстати и в спортзал интересно и очень интересное звучание вот на утро на день даже может быть и на вечер такой легкий какой-то интересный аромат вот так что очень стойкий я думал туалетная водичка нет это парфюм и очень стекли кстати вот здесь у меня еще несколько флаконов кстати есть мне знаете какой бывает такой иногда хочется одним парфюмом пользоваться иногда хочется разными поэтому вот я допустим выбираю несколько парфюмов так сейчас я гляну сколько мне время тут остается чуть-чуть еще есть еще две минутки и иногда хочется каким-то одним пользоваться иногда знаете как засядешь на один какой-то аромат и все и тебя прямо от него придет и упиваешься им а иногда хочется что-то и такое на следующий день хочется что-то такое иногда утром такое и днем такую а вечером вообще что-то другое иногда они все вместе смешиваются получается такое красивое звучание какой-то или компот или наоборот какое-то раскрытие какого-то аромата наслоение один на другой дает какой-то вообще необыкновенное звучание которые ты ходишь и думаешь господи что я такое нанесла что в моей коллекции такого вроде бы нет и звучание обалденное я уже начинаю тараторить потому что время заканчивается мои хорошие мои любимые наверное давайте вот закончим перейдем в третью серии 3 серии будет очень интересно не менее интересно чем эти будет наверное еще интереснее потому что среди этих ароматов у меня еще есть такой любимчик вот и поговорим встретимся следующей серии так мы хорошее время заканчивается все если вам мое видео понравилось пожалуйста поставьте пальчик вверх пишите комментарии что у вас было что вам нравится может быть ни у кого ничего не было для вас это диковинку пишите пожалуйста свое мнение поделитесь своим мнением в комментарии и пожалуйста подпишитесь мне очень будет приятно кто еще не подписался кто новичок или или кто еще старичок кто давно заходит на мой канал смотрит мои видео подпишитесь пожалуйста и я знаю что мне мужчина смотрит мне будет интересно послушайте ваше мнение что вы думаете о моих ароматах и вообще моем камаль на моем канале вот и подпишитесь мне очень будет приятно спасибо вам большое что вы остаетесь со мной что смотрите мои видео и увидимся в следующей серии это будет третья часть переходите не забывайте пока пока мои хорошие все жду вас в следующей серии пока